Сейчас просто произошло уникальное озарение. Мне во время того, когда я смотрела интервью с Сашей Маркиной, случайным образом решила глянуть так мельком. И я попала на такой момент, когда я поняла, офигеть, какую важную вещь, которая мне объясняет много, до которой я дошла, получается, сама. Почему на меня идёт хейт? И после этой теории, когда я поняла, почему на меня идёт хейт, ей даже сложно представить, какой он может быть, но в то же время какую силу мне он принесёт, потому что это безумно сильная реакция вызывается у людей, и поэтому негатив. Но какая любовь! Просто любовь! Ну, такой любви никто не получал, наверное. Никто. Так вот, негатив, хейт. Почему я уже его встретила сильнейший, и почему он вообще... Какими причинами это связано с тем, что я живу по программе жертва. Допустим, у меня, не знаю, там жертвный тип личности, или я просто живу так, что я чувствую себя жертвой, и типа вот я жертва. Но фишка в том, что я использую это, я поверила в это, и я использую это как свою силу. Даже ещё я совершаю усилия в этом, то, что я вижу, что это жертва, но я никак не могу это исправить. И я как бы просто, опять же, из состояния жертвы, я снова опускаю руки, и такая, будь что будет. И в какой-то степени чуть-чуть верю всё равно в себя, то, что благодаря той любви, которую я имею, я могу находиться в этом состоянии жертвы. А что в мире происходит? В мире люди зарабатывают деньги на том, что лучше других людей не быть жертвой, пытаясь показать, что вот это ваше состояние, это причина ваших проблем, всех проблем, и вообще, что это ваша смерть, и вообще уже мертвы, и пытаются занизить людей. И тут и я такая показываю, что да, я жертва, и я выгляжу как жертва, но я всё равно себя люблю, и мне, ну, типа, я не понимаю даже, почему мне нужно как-то негативно о себе думать, почему мне нужно себя исправить. Вы исправляете себя, почему мне нужно себя исправить? И это, конечно, вопрос такой, типа, да как? В смысле, какого хрена ты как это? А почему? А так ты лучше нас, что ли? Вот это да! И тут оно включается такое. Тыл! Я тебя сейчас уничтожу. Но только, конечно, не получится. Никак. Потому что у меня платформа, она такая. И здесь, конечно, вопрос, что я из вот этого вот такого, казалось бы, из вот этой своей проблемы, которая у меня есть, которая, на самом деле, новая для этого мира проблема, проблема не прошлого века, а скорее сейчас, о которой говорят, которая очень актуальна, и которую, в принципе, каждый может обнаружить у себя. потому что, мне кажется, корни этой проблемы из нашего чувства стыда, которое есть у каждого человека, и оно биологически необходимо для выживания. и вот из-за такой вот этой проблемы, которая есть у всех, и все как бы, все только поняли, ага, это реально, это вот это вот серьезно, вот это, а я не хочу быть таким стрёмным. У всех вот это чувство стыда просто ух, оно бушует, оно наверху, а я такая, типа, а я люблю это чувство стыда. Мне нравится, и я хочу прогибаться под него. Я хочу прогибаться под него, я не вижу в этом ничего такого. Ну, типа, да, мне там 300 человек будут пытаться объяснять, что это вообще плохо, и пытаться меня еще больше пристыдить за мое чувство стыда. А почему я не поддаюсь этому? Честно говоря, хрен знает. Видимо, мое чувство стыда, оно какое, не знаю, чувство слабости. Ну, мне, конечно, в свое время помог психолог. Когда я поняла, что в слабости есть сила, слабый человек по-настоящему сильный. Когда ты признаешь свою слабость, ты и есть сильный. Вот это, наверное, момент, пока еще не все понимают, но чем больше людей это понимают, тем больше, на самом деле, растет моя известность, популярность, да, мой уровень влияния и вообще, мой уровень жизни, мои доходы, даже мои какие-то знания, наверное, познание себя, потому что я же, чем больше я становлюсь популярной, чем больше я получаю знания, потому что я не заставляю себя, не принуждаю ни к чему, а типа, если случается так, что я это узнаю, значит, ну, так оно должно быть, значит, на это мне надо обратить внимание. То есть на те знания, которые ко мне идут от реакции других людей, а она увеличивается вместе с тем, как увеличивается моя аудитория. Вот, так что я с этим и решу. Все-все-все у меня, я просто такая шагаю наверх, благодаря тому, что люди узнают, что они... ну, что можно полюбить это чувство стыда. Я даже, я такая тупая, я такая тупая, что это... я в итоге не тупая, я просто несложная, я не хочу от этих всяких... вы хотите, чтобы это... вам больно, а вам еще сюда капают. Кто вопрос? Почему вы это хотите? Почему вы это позволяете? Почему вы не уйдете от этого? Не, может быть, как раз-таки все наоборот. Может быть, как раз-таки... Я пример того, что, значит, человек не жертва, потому что... Вернее, я даже не просто не жертва, и я не тот человек, который борется, а я человек, который за мир, и я милосердно... ну, да, достаточно в мирной позиции, при этом это такая твердая, уверенная сила, не агрессия, это просто уверенная сила, что я знаю, что это так, я вижу, как это получается, но я... я могу жить своим путем, я могу жить своей жизнью, в принципе, психолог, наверное, помог мне это понять, увидеть, что я не... что мне есть право на то, чтобы... Есть такой способ, есть такой способ, а я хочу жить так. Могу я себе позволить это? Есть какие-то права, ограничивающие меня, в моем выборе жизненного пути. Психолог мне долгое время объяснял, что нет. Ну, год, наверное. Я поняла. Ну, даже, ну, там, плюс-минус, потому что это был, как бы, не основной запрос, это даже... Я это только сейчас вообще поняла, тогда-то я ничего это не понимала. Но это была такая прям основа, основа. И я как бы поняла, что... Вот так люди сейчас живут, и это очень популярно, и это на массы, и так далее. И меня это тоже дергает. Как так вообще? Ну, потом я такая думаю, а можно вот так вот, когда я своим путем, и там мне как-то некомфортно, как было, типа, до психолога. А теперь, когда я знаю такой вариант, и когда я знаю такой вариант, а что я хочу? А могу я вот всё-таки вот так вот? Могу. И вот я просто, я вот просто вот так вот такие шаги делаю. И, конечно, у людей вызывает это большую ненависть, потому что... Например, такой, когда я вижу кого-то, кто такой же наивный, глупый, просто вот... Ты смотришь его, и ты понимаешь, что его раздавить, вот вообще, как нифиг делать. Кажется так. А какого хрена он ещё стал таким, что его хрена раздавить? Какого хрена он ещё... Он выглядит-то так себе. А чё он такой уверенный-то, блин? Так он ещё даже успешнее меня... Вот такая реакция вначале. Но потом... Чтобы... Не знаю. Благодаря наличию открытого сердца, которое вот во всей этой терапии очень важно, я могу это принять. и поверить, дать веру в то, что какая я сейчас, я могу быть. Какой этот человек сейчас, он может быть. А я просто могу жить всю жизнь, потому что на самом деле в этом и заключается счастье. вот. И... Я понимаю... Я понимаю вот эту вот такую реакцию людей, что... Ну потому что, ну чё, я выгляжу как супер-пупер. Кто выглядит супер-пупер, а не как пицц, как ухаживают за собой. Боже, там вообще просто... Там, мне кажется, даже на риск для здоровья идут. А я такая, типа, а мне это не надо, я и так красивая. Слушай, ну и какого хрена? А мы-то думали, надо делать так? Мы-то вот это... Мы туда вообще уже столько денег направили, потому что... Сколько люди денег потратили на косметику? Властелинница косметики, она на какие деньги живёт? Прекрасные. Вообще охренеть. Просто весь мир в шоке. И тут опа, пришла какая-то такая самозманка, кажется. Что она нам пытается тут рассказать? Что она такая не делает супер-пупер макияжа, даже не знает. Она более того, она отрицает, она даже... Она пытается нам понять, что люди, которые это делают, они неправильные, она их не признаёт. Так и она ещё... Схренали-то она, блин, уверенная. А-ч-ч-ч, охуелось у меня. Да, и тут, конечно, просто, если есть, они имеют хотя бы малейшая возможность выразить свою злость, агрессию они сделают, но если всё-таки они не видят вот эту вот возможность выразить, то это будет просто шоку, типа, а как? И в этом случае это очень хороший будет эффект, потому что у них сознание в этот момент расширяется, и оно повлияет не только на то, что они, может быть, захотят жить без косметики, оно повлияет, ну, не знаю, то, что им придёт потом какая-то суперидея, как они могут зарабатывать, или суперидея, там, для их отношений, для чего-то важного, супер, что оно, как бы, сделает их жизнь лучше. Это самое лучшее, если так произойдёт, если у них такой бум в голове, что это то, вот, то, чего я хочу. Даже, ну, мне не важна их любовь, любят меня прекрасно, я их тоже люблю прекрасно, чем больше они любят на мире, тем лучше, тем более, когда она вокруг меня, мне как бы спокойнее, потому что мне же всё-таки страшненько чуть-чуть, ну, так вот, ну, как это нормально, всех людей страх, вот, но если у них происходит вот этот вот бум в голове, что они, потому что, как каждый человек знает, когда у него такое, типа, опа, перестановочка, было так, а тут ты поднимаешь, а можно вот так, и это как бы, это не только на пальчик как-то влияет, это на всю твою жизнь влияет, и это, конечно, ну, просто, ну, дороже золота. Любовь важна, но вот это вот, мне кажется, это даже ещё, ну, в принципе, для эволюции, для людей важно. И если я, моя личность, и моя деятельность, и всё, что связано с мной, будет оказывать такой терапевтический эффект на людей, что они будут бум, я буду их удивлять, их поражать в самом благоприятном для них в будущем, в самом благоприятном для них образе, что это будет оказывать на них самое лучшее и благоприятное влияние, то это, конечно, то, чего я бы хотела. Да, то, чего я бы хотела такую, такую прям вот, да, это, это не просто любовь, это сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество, которое каждому поможет найти любовь, и не только любовь, потому что не только любовь-то важна, важно еще и развитие, я помогу им, вот, то, что есть выше любви, развитие, я им помогу в развитии, а они дальше уже и в любви уверены, они уже во всем уверены, потому что они уже развились, они это понимают, и это решает их все проблемы, все проблемы, да.